Истории про появление детей на свет делятся на две категории. Умилительно восторженные и страшилки с болезненными схватками, злыми врачами и неожиданными осложнениями. У меня получилось что-то среднее. Это были мои вторые роды. После первых мучительно длинных и тяжелых я очень боялась повторения. Успокаивала себя, что каждый последующий раз легче. Но тем не менее, как заведенная читала и читала опыт других мам на форумах. А как с первым, а как со вторым. И просто ужасно боялась наложения щипцов. Не знаю, но почему-то попадалось много историй именно про них. Медленно и быстро времени для чтения было предостаточно. Ребенок явно не собирался соблюдать дедлайн. Неделю, не больше и родишь. Каждый раз уверял меня врач в женской консультации. Я попила какие-то отвары с корицей, ходила по лестнице на десятый этаж, разве что шкафы не двигала. Но ничего не менялось. Первое число стало девятым, потом семнадцатым, а еще через неделю меня отправили в роддом и решили вызвать роды. Шла сорок третья неделя. Я ушла на ночь, чтобы в восемь утра прийти с вещами. Но приехала куда раньше, в три ночи и на скорой с интенсивными схватками. «Час-два и родишь», авторитетно заверил врач. Где-то я это уже слышала. Раскрытие было хорошим, воды отошли, схватки усиливались до такой степени, что я не могла говорить. Боль была невыносимой. Мои крики, наверное, были слышны на всех трех этажах старого здания. Прошло и два, и три, и четыре часа, а головка ребенка не опускалась. Мне стало по-настоящему страшно. «Кесарева хочешь? Или ребенка угробить? Старайся, кому говорят». Пытался мотивировать меня таким образом врач. Потом началась пересменка, вместо одного пришел другой, послушал сердцебиение ребенка и тут же повел меня на родильное кресло. «Неужели процесс пошел?» – обрадовалась я. Но, как оказалось, рано. Другого варианта нет. Потуги ни к чему не приводили, только сил становилось все меньше. Я слышала только собственные крики, и вдруг внезапно тихий голос врача, обращенный к акушерке. «Сама не родит, давай щипцы!» На свет извлекли две железные штуки, похожие на огромные плоские ложки. Что было дальше, я не очень помню. А потом крик ребенка. «Мальчик, все хорошо, 4 килограмма 200 грамм. Я помню блаженные ощущения, после первых родов боль отступает, ты лишишь и осознаешь, что на свет появился твой ребенок». Но здесь было все иначе. Нужно было зашивать разрывы. «Долго и сложно», – сказалась недоличная молочница. Оказывается, она делает ткани рыхлыми и менее эластичными. Подойти к вопросу более ответственно, терпеть пришлось бы меньше. Никаких побочек, но боль от швов волновала меня мало, больше беспокоила, нет ли последствий у ребенка. Я чувствовала себя ужасно виноватой. Что же я сделала не так, раз дело закончилось щипцами? Да, крупный плод, но все же, может, можно было бы это избежать. Малыш выглядел, как все дети, разве что в районе виска остался темно-красный след, примерно, как бывает на сбитых коленках. Я штудировала интернет, а вдруг последствия, а вдруг отразится на развитии. Мама утешала. Оказывается, при рождении моего брата тоже использовали щипцы. И при рождении маминого тоже. Прямо родовая история какая-то. Ребенок много спал, но вместо радости это усугубляло волнение. А вдруг, а мало ли. Успокоилась я только после того, как во время УЗИ мозга врач сказал, что все хорошо. Да, кстати, наложение щипцов относится к осложненным родам, поэтому мне было положено дополнительное оплачиваемое две недели больничного. Сейчас сын уже ходит в школу. Из каких-то особенностей могу отметить только метеочувствительность, а еще частые кошмары. Но не знаю, связано ли это как-то с непростыми родами. Швы тоже зажили. Не безупречно, но я о них почти не вспоминаю.